В 2011 году экс-глава разведки княжества Монако Роберт Эринджер заявил, что сообщил принцу Монако Альберу. Зарегистрированная в Монако компания Сотрама во главе с Дмитрием Скигиным была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, созданных российским президентом и его окружением по всей Европе. Целью создания этой сети было отмывание похищенных из российского бюджета денег путем вкладывания их в европейскую недвижимость. Позже уволенный со своего поста Эринджер заявил, что принц Альбер был подкуплен президентом России Владимиром Путиным и потому не только игнорировал подобное сообщение о деятельности русской мафии в Монако, но и отдал свой голос за Сочи как место проведения зимней Олимпиады в ранге члена Международного Олимпийского комитета. He was actually evicted from Monaco, I think in the year 2000, before I came in to do the work that I did. They were laundering, still are laundering, millions of dollars every month under the guise of being a oil distribution company. Дмитрий Скиган died of cancer, and his two sons took over the business, although their presence is rather nominal, because there is a whole machine that was formulated, that had nothing to do with the Skigan family, but that had everything to do with the Russian mafia, including President Putin himself. Основатель разведки княжества Эринджер подал иск против принца Монако, в котором утверждает, что каждый из своих обвинений в адрес к принца и Путина готов подтвердить имеющимися у него документами. I do have certain documents, and I do have excellent sourcing, people who worked inside Sotrama, people who were at parties before Dmitry Skigan died, and then after he died, who said certain things. I have Monaco's own police file on Sotrama. It's one of the first lines on it says, um, um, Mafia Russe in French.